Всем привет! Вторая серия компании за Германию в моде Black Eyes и в этой серии мы немножко повоюем в Эфиопии, я думаю полгода там нормально, до июля 36 года как раз где-то в июле 36 начнется гражданская война в Испании и пока война не началась можно будет повоевать помочь Муссолине в Эфиопии самое главное это не затягивать с этой войной металлоэфиопской так, ну что, стартуем что у нас тут без шаблона производится слава богу вроде не лагает хотя говорят, что лагает, я удивляюсь просто на самом деле алгемайн СС ну создание войск СС какой-то генералитет СС что ли что-то такое первый фокус у нас один день и следующий фокус у нас надо выбрать либо командование, ну короче военно-морских сил, военно-воздушных сил или сухопутных сил что мы возьмем первое Люфтваффе, Криксмарине или Вермахт что нам выгоднее какой фокус нам выгоднее взять первым так, здесь у нас мы получаем армейский опыт Вернер фон Брауфич может быть у нас высшим верховным главнокомандующим или кто он там у нас фон Фридч у нас сейчас верховный главнокомандующий Вернер фон Фридч а можно добавить еще Вернера как его Вернер по-моему или так, надо гуглануть по-моему тоже Вернер они все тогда были Вернеры и этот, и Бломберг и Брауфич а, Вальтер фон Брауфич извиняюсь, да Вальтер фон Брауфич Вернер это вот этот вот Вернер это, короче фон Фридч и этот и Маршал тоже который, и Фельдмаршал который был вот Вернер фон Бломберг на самом деле был еще один Фельдмаршал, ну я говорил в прошлой серии но австрийский но здесь его почему-то нету ну и хрен с ним так так, следующий фокус в общем если мы выберем Вермахт у нас отключается возможность редактирования шаблона охранных дивизий ну, гарнизонных дивизий ну, что-то это какая-то хрень так, Рексмарина тоже флот у нас в последнюю очередь поэтому возьмем наверное в первую очередь командование Люфтваффе создадим ОКЛ так называемое Несправедливый Версальский договор полностью запретил Германии иметь военно-воздушные силы но немецкие летчики продолжали тайно тренироваться в 1935 году все притворство Германии на подчинение Версальскому договору было отброшено и германский рейх с гордостью объявил об официальном создании новых немецких военно-воздушных сил Люфтваффе и по этому фокусу мы получаем воздушный опыт сороковочку и строим авиабазы в западном Берлине Обербайерне и строим еще два специализированных завода один завод по производству тяжелых самолетов один завод по производству легких самолетов которые снижают стоимость производства соответствующих самолетов ну еще можно будет назначить командующим ВВС Риттера фон Грейма все погодные вылеты короче штраф в плохую погоду у него минус 10% это хрень но по очереди короче так так что я еще забыл сделать горючее у нас кончается естественно то есть мы даже еще не все армии тренируем вот если мы сейчас поставим на тренировку еще танковый дивизит у нас сразу баки опустеют поэтому пока что будем тренировать авиацию потому что авиационный опыт нам тоже довольно сильно нужен будет авиация здесь очень сильно будет ролять у нас так в общем нам тут предлагают выбор какие какой основной калибр поставить основной калибр 280 миллиметров или 380 миллиметров на линкоры но это не линкоры нифига это линейные крейсеры что у Германии какие-то странные эти названия у этих самых кораблей вот эти тяжелые крейсера они называются карманные линкоры какая-то у них гигантомания неправильная обычные тяжелые крейсера называются линкоры у них то же самое эти линейные крейсера Шарнхорнст и Гнезинау они называются почему-то линкоры хотя это линейные крейсера по сути в общем корабли класса Шарнхорст были первыми современными линкорами ну линейными крейсерами построенными для Криксмарины они были построены как ответ французским линейным крейсерам типа Дюнкерк которые сами были ответом на немецкие панцершифе карманные линкоры типа Дойчланд класс Шарнхорст вооружен 9 283 миллиметровыми 11 дюймовыми орудиями в трех башнях с тройными орудиями планировалось оснастить их спаренными сдвоенными ну сдвоенными 380 миллиметровыми 15 дюймовыми орудиями но с началом войны этого так и не произошло в общем оснастим их либо три башни с тройными орудиями которые но это у нас линейные крейсера поэтому мы поставим более мелкий калибр чтобы они не тормозили в плане скорости что у линейного крейсера главная фишка это скорость в отличие от линкора вот скорость утравляет поэтому 380 это мы оставим для бисмарка или для чего-нибудь такого здесь поставим 280 миллиметров основной калибр 11 дюймов это у нас получается тройные 2 башни короче нет 3 башни с тройными орудиями будут ахтон что-то потренируем эту армию тоже пехотную по идее горючее она не потребляет поэтому можно пофармить немножко армейского опыта здесь что у нас по складам минусы у нас по повозкам легкая артиллерия тяжелая артиллерия кавалерийское оборудование легковые автомобили у нас в минусе допка в минусе средние бомберы которые мы на склад отправили которые мы будем сейчас переоборудовать так Италия так Лига наций короче осуждает применение Италии химического оружия в Японии вводит против нее экономические санкции Ну что я скажу Муссолини знаешь что забей на эту Лигу наций посылай их подальше всех Германия уже давно послала Лигу нацию еще по-моему в 33 году она вышла из Лиги наций поэтому Муссолини давай вступай в клуб нормальных стран во главе с Германией забивай на эту Лигу наций там все равно ничего полезного от нее все равно нету от Лиги наций слава богу пока не тормозит игра но говорят на этой версии у многих она тормозит даже на мощных процессорах что следующее у нас создаем командование вермахта создаем ОКХ ОКХ Версальский договор когда-то ограничил немецкую армию максимальной численностью 100 тысяч человек но мы тайно обходили этот лимит более 10 лет в 1935 году Гитлер открыто объявил что Рейх вновь ведет призыв на военную службу и в 5 раз увеличит численность своей армии чтобы стереть память о слабом Рейхсвере Вейхмарского периода ну это армия называлась во время Вейхмарской республики Рейхсвер чтобы стереть память об этом эта великая военная сила получила новое название вермахт и мы получим поэтому Вальтера фон Браухича главнокомандующего верховного возможности назначать так в общем модернизируем мы сейчас вот эти устаревшие такты вот эти вот а все уже заменились уже Дорнье 23 Дорнье 23 это еще более-менее нормальные такты средние бомбардировщики у них более-менее приличная наземная атака а вот все уже уже не осталось у нас этих вот юнкерсов 52 ну которые не транспортники а которые бомбардировщики они у нас сейчас все на складе лежат вот они 100 штук вот мы их будем помодернизировать до вот этих транспортников тоже юнкерс 52 самый главный вопрос с этими транспортниками ну они естественно нам будут более полезны чем эти говно-бомберы самый главный вопрос это дальность дальность у них 775 километров и немножко еще можно будет вот тут еще не дожмем ну хотя бы 900 можно дожать 900 километров вот они нам будут полезнее намного чем такты вот эти транспортники если у нас будет хотя бы 200 кадриль начала войны хотя бы 200 транспортников будет вообще отлично ну во-первых чтобы снабжение по воздуху до организовывать и во-вторых чтобы сбрасывать десанты то есть тут какая какой вопрос нас интересует во-первых дотянутся ли они из северной германии до норвегии чтобы снабжение по воздуху оказывать нашим дивизиям скорее всего я думаю дотянутся здесь явно явно меньше чем 700 километров вот с этого аэропорта в шлезвии гегельштейна вот и дотянутся ли они еще сицилии до Ливии чтобы нам ну снабжение по воздуху оказывать потому что здесь скорее всего будет проблема со снабжением порты мы в Италии не сможем расширять то есть нам надо будет по-любому сбрасывать припасы по воздуху с Сицилии ну и тут я думаю тоже мы в принципе тут меньше чем 700 километров между Сицилией и Ливией поэтому я думаю пригодятся нам две эскадрильи транспортные промо не хватает это для чего для кораблей каких-то скорее всего для класс Deutschland адмирал граф шпея корпус панцершиф панцершиф это типа что-то как переводится типа бронированный корабль по-моему или как-то так ладно затаримся промом у Турции и последний фокус это командование Криксмарине ОКМ Англо-германское военно-морское соглашение заключенное в 1935 году позволяет нам значительно расширить наш флот мы не должны жалеть никаких средств на это дело на расширение флота ну естественно спасибо Великобритании что разрешило нам расширить флот получаем мы доки и судоверфь в Ганновере и скидку на военно-морскую доктрину и после этого мы получим вот этот слот исследования для доктрины наземной воздушной или морской можно будет использовать его в этот слот когда мы все вот эти три командования изучим можно еще модернизировать истребители тоже модернизировать Хенкель 51А можно модернизировать до уровня Хенкель 51Б модернизировать модернизируем со склада вместо того чтобы производить новые самолеты которые нам скорее всего не понадобятся ну во второй мировой войне во второй мировой войне не понадобятся а вот в гражданской войне в Испании они нам понадобятся так появился так появился у нас этот слот для доктрин какую мы возьмем доктрину мы возьмем доктрину естественно наземную тут нам надо очень много чего качать по армии так ну наступательную ветку нашей доктрины маневренной войны пока рано качать 38й год оборонительную ветку мы уже качаем гибкая оборона и возьмем мы еще вообще нам надо будет еще вот эту ветку вот эту ветку прокачать вот эту ветку и вот эту ветку и вот эта ветка самое главное командование потому что здесь вот эта каждая теория вот это вот улучшенного штабного командования она дает плюс к организации плюс к организации каждой дивизии у которой есть штабная рота у нас практически в каждой дивизии есть штабная рота Поэтому организация Это самый важный параметр у дивизии Ну вот возьмем первое, что у нас тут Улучшенное штабное взаимодействие Различных родов войск И получим поэтому Плюс 5 организации Максимальное количество дивизий Под командованием генералов На одну увеличится Максимальный армейский опыт у нас вырастет На 25 Прирост командного ресурса будет больше И прирост Опыта генералами будет на 5% больше Так, настало время Вхождения В Рейнскую область Вхождение в Кемпскую волость Рейнская область О, я, я Рейнланд был демилитаризован После окончания Великой войны Но Это оскорбление для Германии Больше не может продолжаться Германия Суверенное государство И может свободно перемещать Свои войска куда угодно В пределах своих границ В общем, входим Входят наши войска в Рейнскую область Увеличивается гнев союзников Какой-то эффект В этом моде есть Не знаю, на что он влияет Скорее всего, он влияет на поддержку войны В этих странах Союзниках Получаем мы вот в этих регионах Кучу всяких Кучу стали Кучу алюминия Военные заводы Ой, самое главное 120 политки Мы получаем Армейский опыт Плюс 5 Мировая напряженность Вырастет на 3 единицы Во Франции Произойдет Событие Короче, Франция Скорее всего На историческом фокусе Она, короче Просто Это обойдется Небольшим слабым протестом Не должна она объявлять войну нам Не должна она, короче Вводить свои войска В Рейнскую область На историческом фокусе А вот мы Подведем Свою армию Криинской области Так, когда там прибудут Наши добровольцы 31 января Через один день Сейчас повоюем В Эфиопии немножко А, кстати, авиация Там у нас уже прилетела Авиация у нас По идее уже воюет Наверное, аэродром Переполненный Надо аэродром отжать Как можно быстрее Небольшое соглашение Небольшой договор Одна из самых Благородных задач Сделать так, чтобы наша страна Хорошо выглядела за рубежом Двухсторонние договоры о дружбе Являются популярным дипломатическим средством Для достижения этой цели Такие договоры требуют ресурсов Особенно в наше время Хорошая новость в том Что одно такое соглашение Готово к подписанию С кем мы там подписываем С Тибетом О, кстати, исторично, да С Тибетом Логично, да Были же там эти Экспедиции Всяких ССовцев Всяких В Тибет Что они там искали Я не помню Что-то искали Вечную жизнь Вечную молодость Наверное, искали Небольшое увеличение Короче Мнение Тибета О Германии будет Прибыли наши Две дивизии Где они? Вот они Снабжение нормальное Здесь Так Эдуард Дитель Давай-ка Аэродромчик Отожми, пожалуйста По-быстрому У нас тут Аэродром переполнен Из-за этого Эффективность Вылетов Минус 29% Тут, вроде, Никого нету А, нет Есть В Гондоре Есть Две дивизии Фиопские Так Надо еще Этого Маршалла Значит Фельдмаршал Но Фельдмаршал У нас пока Один только К сожалению Поэтому Маршал Вернер Фон Бломберг Черты Мы ему ставить Пока ничего Не будем Потому что Нам Команда Ресурс Нужен Для Гражданской Войны В Испании Сейчас Попробуем Отжать Аэродром Тут Небольшой Аэродром Две дивизии Милиции Еще Аэродром Обороняют Подсобим Итальянцам Здесь Авиация Прилетела В бой Так Вот это наша Горно-пехотная Бригада Будущая Первая Горно-пехотная Дивизия Четыре тысячи Человек Тут у нас Вообще Какой-то Шаблон Просто Жесть Даже Штабной Роты Кстати Нет В этой Бригаде Только Ремонтная Рота И Рота Снабжения На лошадях Три Горно-пехотных Полка И Горно-артиллерийский Полк Я бы сюда Еще добавил На самом деле Не хватает Здесь Этого Снаряжения Для Борьбы В горах Я бы сюда Добавил Еще бы Горно-артиллерийский Полк И Горно-пехотные Полки Но я просто Не уверен Что этот шаблон Он как исторический Он может сломаться По идее Если мы его будем Редактировать Я вот не помню Исторические шаблоны По-моему Лучше не редактировать Насколько я знаю В этом моде Но с другой стороны У нас сейчас Просто даже Тупо не хватает Снаряжения Для борьбы В горах Поэтому Мы сейчас Все равно Не сможем Ничего здесь сделать Ну кроме Кроме Наверное Добавить Штабную роту До сюда Штабная рота Где у нас Штабная рота Вот Со штабной роты Организация Сразу На две единицы Возрастает Почти на две На полторы А на 1.6 У нас скорее всего Добки там Не хватает Да У нас не хватает Добки И не хватает Кавалерийского Снаряжения Ну хрен с ней Пусть так Пока воюем И феопов Мы и так Выпилим Дивизия Чернорубашников Так У нас что-то Большой штраф Из-за страны Минус 49% Минус 73% Из-за рельефа Но это странно Что такое Большой штраф Из-за рельефа Хотя у нас тут Дитль Который горнострелок По идее У него не должно Быть такого Большого штрафа А, но у него Дивизия Не горнопехотная А обычная Пехотная дивизия Из-за этого Ночь Минус 50% И из-за страны Минус 49% Это скорее всего Из-за того Что у нас Мобилизация Не проведена У нас Это Но Да Атака Минус 50% Дивизии Из-за того Что у нас Не проведена Мобилизация Из-за этого Такой большой Штраф К атаке В принципе Тут авиация Зароляет Мне кажется Лига наций Переезжает В дворец Наций Ну У меня вообще Эти Эти новости Связаны с Лигой нацией Германию Вообще Не волнует Вообще Реально Никаким Никаким Боком Честно Лига нация Это Показало Свою несостоятельность Поэтому Ее надо Просто Ликвидировать И все Она не смогла Сохранить мир Она не смогла Решить все Конфликты В Европе Да и в мире Тоже После Первой мировой Войны Авиабазу Заняли Перебрасываем Сюда Кто у нас тут Самые Недальнолетные Вот это Истребители У нас Самые Недальнолетные И штурмовики Тоже Хенкель 46 Тоже Поближе К фронту Перебросим Выбили эфиопских горнострелков Здесь Хайли Селасия Демагог Или Хайли Селасия Как там правильно Я не помню Так Первый оперативник Кто у нас будет Первый оперативник Отто Скороцене Скорее всего Кто еще Карл Штурм Соблазнитель Вот наверное Возьмем Соблазнителя Сейчас Куда мы В первую очередь Агентов Я думаю Мы наверное Пока что По плану Скорее всего Мы как сделаем Наверное Попробуем Внедриться в правительство Вот этих трех Прибалтийских стран Чтобы получить С них политку Да В 36 году Сейчас у нас Два агента будет Еще сейчас Второй наймется Второй через Три месяца Будет Вот Попробуем Внедриться в правительство Чтобы получить политку Из этих Трех стран Потом Еще двух агентов Наймем Отправим в Финляндию Чтобы попробовать В Финляндии Устроить Небольшую заварушку Устроить Гражданскую войну Ну чтобы фашисты Короче к власти Пришли Переворот устроить Вот Потому что Финляндия Как правило Сейчас остается В стороне от войны И в ваниле И в этом моде Тоже Сколько я Не играл Она что-то Никогда в войну Не вступает Даже когда Вот Германия Уже там Подошла к Ленинграду Тоже Она почему-то Не вступила в войну Поэтому А нам надо По-любому Втянуть в войну Советским Союзом Во время Великой Отечественной Поэтому Надо привести К власти фашистов До начала Второй мировой Потому что Когда Вторая мировая Война начнется То скорее всего Даже если фашисты Будут у власти Финляндии То она не захочет Вступать в ось Из-за того Что мы можем Втянуть в войну Типа из-за этого Часто они не вступают Во время войны В альянс То есть Нам надо успеть До начала Второй мировой Втянуть Финляндию в ось Это По плану Не знаю Как получится В реальности Вот И соответственно Еще два агента Мы отправим Увеличивать Подчинение Сначала В Чехословакии Хотя по-моему В Чехословакии По ивенту По фокусу Когда у нас будет Раздел Чехословакии У нас Уровень подчинения Здесь какой-то Определенный Дается Вот этот Уровень подчинения По-моему Здесь даже Особо не надо На уровень подчинения Ну типа Как это называется Там Наладить связи С правительством Как-то установить Своих людей В правительстве Как там называется Эта операция Я забыл У нас пока Нет доступных Вот А вот на Польшу И на Францию Обязательно Надо поставить агентов Чтобы они Повысили Уровень подчинения Этих стран Чтобы нам Не тратить Много ресурсов На подавление Сопротивления В этих странах Вот То есть нам Минимум 4 агента Нужно будет Так В Литве У нас Антана Сметона Диктатор В Латвии Карли Сульманис Или Ульманис Кому как нравится В Эстонии В Эстонии Константин Пятц Так Политку Кстати Политка Да у нас Политка Что мы хотели В первую очередь В первую очередь Мы хотели Смягчить Закон о призыве 150 политки Требуется И Смягчить налоговую политику 100 политки Требуется Ну вот Как раз Сейчас Войдем В Рейнскую область И Поменяем Эти законы Подключили Зимнее отопление У итальянцев Даже Дивизия морпехов Есть Сан Марко По фокусам Наверное Мы сначала Перед тем Как перейти К экономическим Реформам Которые Вот Начинаются С Дороги Ковтарки Все Вот эти Реформы Нацистов В экономике Перед этим Мы наверное Еще подтянем Политку И стабильность У нас Стабильность Не такая Уж Высокая Вот Сейчас Мы по фокусам Быстро Пробежимся Которые Немного Времени Занимают Начнем Мы наверное С речей Гитлера Адольф Гитлер Харизматичный Человек Способный Завести Толпу Он Будет Выступать С речами Во время Самых Важных Событий В Рейхе И Поднимет Моральный Дух Сограждан Вот По этому Фокусу Мы получим 90 Политки Ну и там Будет Вроде как По этому Фокусу Потом Открываются События Ну и Ивенты Которые Будут Можно будет Выбрать Речь Гитлера Которая Там Повышает Разные Бонусы Дает К Разным Сферам Жизни Так И у нас Появилась Дофига Политки Которые Мы сейчас Потратим В первую Очередь Так что Нам Выгоднее Сначала Поменять Налоги Средние Это у нас Будет Плюс 5% Политки Мы получим Но Упадет Объем Производства Но Уменьшится Еще Штраф К скорости Стрелистов Фабрик Потому что Мы сейчас Как раз Фабрики Будем Устроить Так Здесь Плюс 5% Политки У нас Будет А здесь Если Мы Призыв Здесь У нас Будет Плюс 8% Политки Прирост И Скорость Стрелиста Всех Здания Будет Плюс Плюс 3% Получается По сравнению С тем Что у нас Сейчас Есть Что Поставить Первое Хороший Вопрос Наверное Сначала Мы все Таки Снизим Налоги Чтоб У нас Не было Штрафов Скорости Стрелиста Фабрик И Не было Штраф К стабильности У нас Сейчас Стабильность Падает Поставим Средние Налоги И Уже Потом Когда у нас Будет Еще 50 Политки Накопим Где-то Дней Через Ну Через Месяц Где-то Потом Уже Поставим А не Мы Сейчас Еще По речам Гитлера Получим Через Две Недели Поставим Закон о призыве Смягчим Да Только Добровольцы У нас будут Служить Короче В армии Так И Военные Заводы Свободные Свободные Военные Завод Куда мы Деваем Так Что у нас тут В большом минусе У нас в большом минусе По-моему Снаряжение Для горнострелков Если не ошибаюсь Или Где оно Снаряжение Для горнострелков Его даже нет В списке Почему-то А Вот оно 120 Что У нас хватает Что-то Только что Вроде Не хватало Уже Хватает Легковые Автомобили Не хватает 20 штук Производим По По Одному В день Почти Не хватает Кавалерийских Конных Повозок 371 Штука Не хватает Производим По 3 В день Вот Наверное Сейчас Поставим На повозки На эти Все остальное Более-менее Нормально У нас Военный Завод Ну Я бы на самом деле На авиацию Поставил Еще На истребители Сейчас Через 53 дня Будет Мистер Шмидт Доступен Уже Короче Поставим Все-таки На истребители Завод Пусть Копится Эффект А то У нас Еще Эффективность Производства Немножко Упала Пусть Это Все Восстанавливается Заранее Надо Заводы Ставить А У нас 4 завода Военных Свободны Так Ну Хорошо Еще Два Завода На истребители Тогда Еще Два Завода Поставим Так Один Завод На Повозки Тележки Для Перевозки Всякой Артиллерии И Еще Один Завод Наверное На Такты Поставим Че Мы Там Не Производим Летающие Лодки Ну Летающие Лодки Подождут Поставим На Такты Пока Ремилитаризация Рейнланд Германия Разместила Свои войска На территории Рейнской Области Вблизи От Французской Границы Что Является Явным Нарушением Версальского Договора Местное Население Местное Население Приветствовало Немецких Солдат В то Время Как Дипломатическая Реакция Франции И Великобритании Остается Весьма Сдержанной Это Не Более Чем Немцы Просто Гуляют У себя На заднем Дворе Как Заметил Один Британский Политический Обозреватель Рейнская Область Это Германская Территория Занимаем Рейнскую Область Поп Shankar Шляции Рейнская Зана Более Оставь Шляции Шляции ранная. А куда мне ее приткнуть? Ой, господи, это не дивизия, это просто какой-то охранный полк. Штабная рота, рота военной полиции. Куда мне ее девать? У меня уже армии нету. Пусть у Ромеля пока послужит. А еще? По ранной дивизии. Стоп-политки у нас есть, да, теперь? Дождем пока 100 с чем-то будет. Сколько там? 150 требуется. Продолжение следует... Продолжение следует... Застраиваем все фабриками. Где мы еще можем построить фабрики? В Ранконии. Где у нас высокий уровень инфраструктуры. Он в Берлине, кстати. Тайцы формируют объединенный фронт против... Тайцы формируют объединенный фронт против... Японской агрессии. Что-то рановато они в марте 36-го года уже сформировали. Еще вроде никакой японской агрессии особо нету. Но они уже сформировали заранее. Что, и коммунисты уже вписались? Да, и коммунисты уже тоже вписались. Китайский объединенный фронт. У нас какая-то хорошая сделка произошла. Сегодня со своей миссией вернулась наша высококлассная торговая делегация. Согласно отчету мы можем рассчитывать на новые выгодные договоренности для взаимной торговли. У нас, короче, хорошая работа. Улучшаются торговые связи с Грецией у нас улучшаются. Ну, в принципе, это, кстати, довольно исторично тоже получилось. С Грецией до войны Германия торговала довольно неплохо так. 30-е годы. Так, 200 политки у нас теперь благодаря речам Гитлера появилось. У нас еще два фокуса есть небольшие по времени. Нам надо поправить стабильность. Я думаю, возьмем, наверное, два фокуса. Вот фокус очень полезный. Ветки СС есть вот этот вот. Как он правильно называется по-немецки? Закон о молодежи Гитлера. К декабрю 1936 года количество участников Гитлера-Югенда превысило 5 миллионов человек. В том же месяц членство стало обязательным для арийцев в соответствии с Гесец Убер Ди Хитлер Югенд. Закон о молодежи Гитлера. Это юридическое обязательство было подтверждено в марте 1939 года с созданием Молодежная служба какая-то, которая призвала всю германскую молодежь, которая призвала всех немецких молодых людей в Гитлер Югенд, даже если их родители возражали. Родители, которые отказались разрешить своим детям присоединиться к Гитлер Югенду, стали объектом расследования со стороны властей. С тех пор подавляющее большинство немецких подростков принадлежало Гитлер Югенду. К 1940 году в нем было 8 миллионов участников. Благодаря этому фокусу мы получим бонус к единству политической власти и поддержке фашистов. К стабильности, я так понимаю, к единству. Получим события молодежи Гитлера. 7 дней всего. Поэтому. Так, 200 политки. Ну что, меняем. Закон о призыве с двух лет до только добровольцы будут служить у нас на прирост политки. Так, у нас накопилось еще 60 политки. Можно по решениям что-то прожать здесь. Вот, кстати, можно за счет командного ресурса получить еще одного оперативника. Дополнительного. 75 командного ресурса. Иранский народ подружился с нашей великой нацией и получил большую выгоду от наших первоначальных инвестиций. Возможно, помогая им в дальнейшем, мы обеспечим себе долгосрочного союзника. Ну, кстати, реально, в реальности Германия, ну, нацистская Германия довольно тесное сотрудничество экономическое имела с Ираном. И довольно большое влияние в 30-е годы там было в Германии. Поэтому прожмем. В Иране появится национальный дух, помощь в промышленном развитии и по этому национальному духу Иран получит бонус. Этот у него в 1% фабрика освободится, скорость строительства плюс 2% всех сооружений, поддержка фашистской партии ежедневная 0,01% и скорость исследований в электронике и промышленности плюс 2% будет. А у нас будет задействовано на это 2 фабрики в течение 3-х месяцев на помощь Ирану. Ну, поможем Ирану. Обычно в этом моде он выступает на стороне оси вначале. А там уже, если он капитулирует, то, соответственно, он переобувается. Ну, там этого Реза Шаха Пехлеви свергают, который пронемецкий этот шах. И вместо него англичане сажают на престол в 41-м году его сыном. Который потом с американцами там сотрудничает, пока его не свергли. Не свергла исламская революция в 79-м году. КОНЕЦ Я бы добавил еще Горнострелковой дивизии. В этой Горно-Пехотной Бригаде, точнее, еще хотя бы один полк Горнострелков. О, кстати, всего хватает. Еще один Горно-Артиллерийский полк. Не хватает у нас 18 повозок конных. Но это можно быстро поправить. Хотя бы 6400 человек будет в этой дивизии. Юйнань присоединяется к китайскому объединенному фронту. МОЛОДЕЖЬ ГИТЛЕРА В 1922 году нацистская партия в Мюнхене учредила свою официальную молодежную организацию под названием Югендбунд дер Нздаб. Югендбунд. Об этом было объявлено 8 марта 1922 года в газете Волькишер Биобахтер. И первое собрание этой молодежной организации состоялось 13 мая того же года. Базирующаяся в Мюнхене Бавария Эта организация служила для обучения и вербовки будущих членов штурмаптейлунг СА Главного военизированного крыла нацистской партии в то время Ну СА это штурмовые отряды известная очень организация Они ходили в коричневых рубашках коричневые рубашечники во главе с Эрнстом Рёмом Ну а потом их в 34-м по-моему или 35-м ССовцы их разгромили Ну не разгромили там чистку просто провели среди штурмовых отрядов Их короче распустили там расформировали Часть перешла в СС Часть еще куда-то там перешла В общем получим мы Национальный дух Молодежь Гитлера Прирост политласти Плюс 3% Базовая стабильность Плюс 3% Поддержка Фашистской партии Плюс 0,02% в день Так и еще один фокус Мы перед началом экономических реформ Возьмем наверное я думаю Это будет наш фокус Как это сказать Типа заняться Основательно заняться Государственными делами Усердно заняться Государственными делами И по этому фокусу Мы получим 75 политки И стабильность Плюс 3% Сейчас Гитлер Гитлер усердно займется Государственными делами 35 дней будет заниматься Чтоб получить политку 25 дней будет дивизия идти Итальянцы догадались нам помочь Выбили Мы уже подошли К Одесса Бебе В принципе Разработка китайских Месторождений Полезных ископаемых Правительство Китая Эффективно использовало Наших промышленных советников Нанимая команды Под руководством Германии Для поиска новых Месторождений Полезных ископаемых Так Небольшой буст Мы можем Мы можем Научиться На этом практическом опыте Который мы получили в Китае И получим скидку На Технологии добычи ресурсов На 5% Бонус Атальянцы соединились Атальянцы соединились Субтитры создавал DimaTorzok Что? В столицу штурмуем? Или еще пока? Пока еще можно В принципе Повоевать Здесь сделаем котел Изучили мы Улучшенную систему контроля Систему управления огнем Для кораблей Которая нужна была нам Чтобы открыть Эти шаблоны Шаблоны бисмарка И остальных Исторических шаблонов кораблей Ну что сейчас возьмем Прокачаем Пока что здесь Супертяжелая броня Производство супертяжелой брони 45 сантиметров Пояс Бронепояс И 12 сантиметров Бронепалуба Ну такая тяжелая броня Мне кажется Она нам даже не пригодится Передовая схема Бронирования Линейных кораблей Для бисмарка Для бисмарка У нас уже все есть Кроме опыта морского И для этих кораблей Тоже все есть Что мы можем тут исследовать Тяжелые торпедные аппараты Исследовать Может быть Новые Ладно прокачаем Наверное вот эту вот Борьбу за живучесть Прокачаем третий уровень Систему контроля повреждений Тут у нас Дизельные Аварийные насосы Чтобы уменьшить Повреждения От критических попаданий Надежность Плюс 3% Прочность Плюс 9% Передовая система Контроля повреждений Где авиация? Почему авиация не залетела сюда? Пять аэродром что ли переполнен? Нет аэродром не переполнен Не хватает снабжения Немножко нам На авиабазе На нашей Плохо горючее привозят На вот эти авиабазы Поэтому Хотя снабжение Здесь по идее Должно быть нормальное Но это у нас Скорее всего то что Горючее уже почти на нуле Из-за этого Я так думаю Что штурмуем Одисабебу То Итальянцы могут Без нас взять Одисабебу Вот тут хорошо Авиация наша Надамажила 24 дней С организации Снесла Эфиопу О Наконец-то Изучился Легендарный Истребитель Немецкий БФ-109 И военные Инженеры Рота военных Инженеров Так Сразу ставим На производство Аэродинамику Вкачаем Радар Поставим А не хватает У нас На радар У нас не хватает Авиационного Опыта Хотя бы Вот так Апнем Ну что Следующий Самолет Какой у нас Был Следующий Самолет На очереди Либо Юнкерс 87 Штука Либо Хенкель 111б Новый Тактический Бомбер Ну Штурмовики Мы пока Не производим А вот Хенкель Мы уже Производим Поэтому Причем Здесь Ощутимый Такой Прирост Наземной Атаки Поэтому Да Изучим Хенкель 111б Версия Б Тактический Бомбардировщик Средний Фига У него Моделька Прикольная Приколдесная Моделька В армейских Технологиях Чем В армейских Технологиях Дальше Изучим В армейских Технологиях Артиллерию Прокачаем Наверное Постепенно Тут С опережением Времени Немножко Будет Но Все равно Тут В принципе Недолго Это все Прокачаем Артиллерию Немножко Вот эту Все Легкую Среднюю Тяжелую Потом Прокачаем Немножко Эфиопы Эфиопы Тут нормально Держат Столицу Так неплохо Причем Они все Организованно Отступили К столице Так Усердно Занимаемся Пока Пока что С этим С этим Фокусом Подождем Пока что Начнем Экономические Реформы Наверное Уже Четырехлетний Экономический План Геринга Вот здесь Можно Два Военных Завода Построить Ахтунг Панзер Да пока Рана Ладно Начинаем Короче Экономические Реформы Потихоньку Ну там Будем Очередовать Наверное Фокусы Из разных Веток Дорога К Эфтарке Одна из Главных Целей Национал Социалистического Государства Обеспечить Полную Независимость Германии От ресурсов Других Стран Для этого Необходимо Расширить Свой Собственный Набор Ресурсов Фатирлянда Ну Отечество По-немецки Вот Поэтому Фокусу Мы получим Две скидки 15% На Исследование Технологии Добычи ресурсов 1, 2, 3, 4 уровня И национальный дух Автарке Штраф За нехватку Ресурсов Минус 8% То есть Мы можем Немножко Даже Снять Закупы Допустим С хрома Чтобы Вот фабрику Освободить Одну В принципе У нас 8 Да закупается У нас Всего Одна единица Нужна Получается Минус 1 Будет Хром У нас В принципе С этим Национальным духом Нам будет Пофиг На этот Минус И Наймем Еще одного Агента У нас Будет От Оскарцени Команда Сейчас Попробуем В Литве Устроить Внедриться В правительство Требуется Два Агента 35% Разведь Сеть У нас Сейчас 18% Внедримся Попробуем Получить Политку Здесь За счет Внедрения Так И Политку Мы куда Потратим Сейчас Следующий Я хотел поставить Какого-то Экономического Министра По-моему Да Да Вот Герман Герин Дает нам Бонус К скорости Строительства Фабрик Плюс 5% Так А у нас Сейчас Экономический Министр Еще Ялмар Шахт Тоже На скорость Строительства Фабрик Плюс 10% Здесь Политический Советник Так Министр Внутренних Дел Министр Внутренних Дел У нас Подождет Наверное Пока Пока что Поставим Экономического Министра Второго Вместе С Ялмаром Шахтом У нас Будет Второй Экономический Министр Герман Геринг Герман Геринг Прям Во всех Дырках Затычка Он там Был И каким-то Главой Пруссии Был он И каким-то Начальником Суда Там И начальником Председателем Рейхстага И министром Экономики И Политическим Советником И главой Люфтваффа И еще Короче во всех Дырках Прям человек Как сказать Человек-оркестр Так Ну че Дожимаем Дожимаем Эфиопию Так Сделка По продаже По Оружию Приобретаем Или Продаем Оружие Продаем Подписано Второе Лондонское Морское Соглашение Делегации Из Великобритании Франции Италии Японии И И США Встретились В декабре 35-го года Чтобы обсудить Возобновление Договора Который Ограничивал Который Ограничивал Короче Военно-морской Флот По Водоизмещению Тоннажу По количеству Разных Кораблей Вот По размеру Крейсеров Тут Ограничение По количеству И размеру Крейсеров Подводных Лодок Переговоры Обернулись Довольно Жаркими Из-за Итальянской Войны В Эфиопии И желание Японцев Считаться Равными Великобритании И США Теперь Когда переговоры Подошли К концу Подписавшие Государства Договорились Об ограничениях На размер Линкоров И авианосцев В надежде Предотвратить Новую Разрушительную Гонку Вооружения Никому Не нравятся Эти ограничения Естественно Но Какие-то Должны быть Законы В мире Все-таки Какое-то Равновесие Поэтому Пусть Подписывают Жаркая волна 36-го года Ну это я переводил Когда США Играл Короче Чисто Американская Фишка Короче Эти Полевые Бури В том числе Из-за Антропогенного Фактора Ну они В основном Вот здесь Происходили Полевые Бури Вот Пострадало Очень много Людей Из-за Этого Большой Урон Был Нанесен Короче Из-за Неразумного Слишком Из-за Неразумного Использования Земли Так сказать Из-за Экстенсивного А не Интенсивного Развития Вот Из-за Этого Здесь В этих Штатах На севере Техаса Оклахома Канзас Колорадо Нью-Мексико Здесь Происходили Вот эти Разрушительные Природные Стихийные Бедствия Ну что Берем Столицу Амадео Десовое Аосто Штрумует Столицу Принц По-моему Итальянский Ну он Явно Из династии Этих Которые Правит Италии Виктор Мануил Третий По-любому Родственников Короче Король Италии Поставил Своего Родственника Воевать В Эфиопии Ой Забыл Про горючее Совсем Так Затаримся Нефтью У кого Мы затаримся Нефтью Без Конвоев Румыния Что-то Желобит Нам Мало Выделяет Придется С конвоями Затариваться У Венесуэла Так Так Вот Хватит Нам Мне Нифига Не Хватит Это мы Еще даже Не всю Авиацию Тренируем Я Не говорю О флоте И у Нас Уже Нехватка Горючего Горючего Так Построили Еще Один Карманный Линкор Адмирал Граф Шпея Но Это Тяжелый Крейсер По сути Не надо Преувеличивать Его значение Так Подводные Лодки Тоже Надо Потренировать На самом деле Вот эти Все Новички Поэтому Зеленые Экипажи Поэтому Надо Потренировать А горючего У нас Нет Что Затаримся Побольше Нефти Придется У США Затариваться У кого Еще Ну точно Не у Советского Союза Советский Союз Наш Непосредственный Противник Будет Хотя И Столично Германия Сколько Там Около 25 Процентов Затаривалась По-моему До 41 Года У Советского Союза Нефтью Горючим О Пошло Вверх Теперь Хватает Так Продаем 100 Пехотки Продаем 110 Единиц Пехотного Ну короче Винтовок Продаем Парагвая Получаем 15 Политки Офигеть Мы коммунистам Продаем Вооружение Так Все Ну Кстати Столицу Столицу Не взяли Итальянцы Сходу Тут бы На самом деле Третья дивизия Пригодилась бы Поэтому Наверное Все таки Мы возьмем Следующий фокус После дороги Ковтарки Возьмем Фокус На еще Одну Дивизию Добровольцев Через реку Атаковать Горы Это жесть Топщ 20 дней будет эти дивизии Че так медленно Крупная река Типа переправляется через реку Из-за этого скорость на 50% режется И инфраструктура Минус 28% Типа инфраструктура здесь покоцана А, типа низкий уровень инфраструктуры Из-за этого Сейчас попробуем с батл планом Атаковать Адисабебу Все, батл план готов 26% Возможно, нам итальянцы помогут Здесь Плангов В принципе, обычно В июле начинается гражданская война В Испании У нас месяц еще есть Гватемала покидает Лигу нации Ну и правильно делает Последовало примеру Германии Гватемала Не, в одиночку Мы здесь не прорвемся Конечно, в горах Даже авиация Нам здесь не поможет Потому что В горах Они засели Конкретно Вот эти вот Милиция Эфиопская 300 тысяч человек В горах Авиация Фигово Дамажит Ладно Подождем Пока это Вот здесь Сначала Выбьем Еще 4 дня Будет идти наша Горнопехотная бригада Переправляться Через реку Эту крупную Полноводную Так Изучился у нас фокус Дорога к Автарке И следующий фокус Нам по идее Надо уже запускать 4-летний экономический план Имени Германа Геринга Который дает бонус К скорости стрелистов Фабрик Плюс 5% То, что мы сейчас Строим Как раз Я, наверное, думаю Мы все-таки Немножко потерпим Или запустить Сейчас 4-летний план 35-32 дня Короче, либо этот Экономический план Либо Юнкершули Вот это Ну, шкала юнкеров 21 день Получаем слот исследования Для доктрины Либо Третий вариант Это еще добавить Одну дивизию Для добровольцев Но это, скорее всего, после Чтобы в Испанию 3 дивизии послать В общем, сейчас у нас Выбор либо это Либо экономический план Я думаю, возьмем Мы, наверное, все-таки Первый Это вот этот Вот фокус Как это СС Юнкершули Баттольц Чтобы сделать Членов СС Профессионалами Первая школа Лидеров Была создана В 1934 году В Баттольце Бавария И в Броншвейге В 1935 году Первой школой Руководил Штандартенфюрер СС Пауль Леттов А второй школой Командовал Оберфюрер СС Пауль Хаусер В 1937 году Школы Были переименованы В юнкерские школы В честь Прусской аристократии Основная цель Школы Заключалась в том Чтобы помочь Немецким Вооруженным силам Привить Дух Национал-социализма И правильное Мироощущение Мировоззрение Вот И по этому фокусу Мы получим Один слот исследования Для доктрины Для сухопутной доктрины Потому что нам Нужна будет ячейка Чтобы еще Вот эту штуку Прокачать Вот эту вот ветку Надо очень важную Прокачать до начала войны Оперативную поддержку Особенно вот это вот На логистику улучшенную На улучшенное снабжение И вот эту ветку На стратегическую Передислокацию Которая увеличивает Скорость дивизий И уменьшает Потерю организации Дивизиями Во время движения Вот Это желательно До начала войны Изучить Вот эти две ветки Так Что у нас там Кстати по нашим 33% Требуется 35% Вот сейчас еще Буквально пару дней И попробуем Внедриться В правительство Литвы И получить за это Политку Смерть Генерала Вевера Трагедия Произошла Когда сегодня Утром Разбился Самолет Начальника Штаба Люфтваффе Вальтера Вевера В результате Чего погибли Вевер И его инженер Один из немногих Немецких Сторонников Стратегических Бомбардировщиков Вевер Обсуждал Планы По созданию Дальнего Бомбардировщика С несколькими С несколькими Производителями Самолетов В рамках Своей программы Урал Бомбардировщик А это Видимо Он хотел Типа Такие Дальнолетные Самолеты Создать Которые Это Которые Могли достать До Урала Из Германии Чтобы разбомбить Советскую промышленность На Урале Его смерть Сильно Повлияет На развитие Бомбардировщиков В Германии Его будет Не хватать Нам Так Удалится У нас Теоретик Вальтер Вевер Который У нас Сейчас А вот Он Ну все Его у нас Уже не будет Ну что Июнь 36 Года Надо уже Брать Столицу Эфиопии Наверное Так Кстати у нас Политка Накопилась У нас Накопилась Политка Я бы Наверное Ее потратил Сейчас На то Что поставил Промышленный Концерн Круп Фирму Круп Потому что У нас Ну он Этот Концерн Ускоряет Скорость Исследования Промышленности На 10% У нас Сейчас Как раз Штраф В курсе Исследования Промышленности Минус 10% То есть Чтоб Нивелировать Этот эффект Негативный От Высоких Тарифов Я бы Поставил Вот Фирму Круп Но Сколько Это 150 Политки Требуется Но Наверное Мы все Таки Сейчас Сначала Разберемся С Нашими Внутренними Врагами Потому что У нас Популярность Нацистской Партии Сколько Сейчас 82% Надо довести До 100% Чтобы На стабильность Это хорошо Отражалось Самый Главный Противник У нас Какой Сейчас Консерваторы 6% Социал Демократы 7% Вот Социал Демократическая Партия Германии У нас Сейчас Основной Наш Противник Ну Не основной Но Самый Опасный Из всех Которые Есть Поэтому Я думаю По решениям Я думаю Мы сейчас Что сделаем Мы сейчас Запретим Социал Демократическую Партию Запретим Наверное Эта Левоцентристская Партия Слишком Долго Была Занозой В Баку Нашего Правительства Их Настаивание На правах Личности Подрывает Наши Усилия По Созданию Лучшей Нации Для Всего Нашего Народа Запрещаем Эту Партию И Короче В перспективе У нас Будет Рост Стабильности Потому что Популярность Социал Демократической Партии Упадет На 6% Эти 6% Насколько Я понимаю Они распределятся Между остальными Партиями Равномерно Ну да 2% Накинули Нацистской Партии Еще 2% Разошлись По другим Партиям Консерваторы Теперь у нас Главная угроза Получается Коммунисты 3% Ладно Разберемся С ними Тоже Всему Свое Время Как Говорится Сейчас Еще Кстати По решениям Там Я видел Что-то Еще По решениям Было Полезное По решениям У нас А вот Да Наращивание Военной Мощи Вот Тут Такое Есть Решение Интересное В Германском Вермахте До И во Время Второй Мировой Войны Пехотные Дивизии Были Сформированы Как Часть Обозначаемая Auf Штелунг Швеле Волны Развертывания Иногда Переводимые Как Призыв Система Волн Развертывания Была Принята Вермахтом В конце 38 Года Первой Волной Были Подразделения Мирного Времени За Которыми Последовали Еще 34 Волны Вплоть До 35 Волны В апреле 45 Года Несколько Типов Дивизий Были Организованы Волной Развертывания Включая Пехотные Дивизии Охранные Дивизии Теневые Это имеется Ввиду Резервные Дивизии Наверное И Фолькс Гренадерские Дивизии Но это уже На позднем Этапе Войны В 44 45 Году Вот То есть Мы прожимаем По идее Это решение И у нас Начнется Развертывание Этих дивизий По ивенту Вот приказ На первую волну Развертывания Дивизий Во время Второй мировой Войны Немецкие Пехотные Дивизии В основном Были Мобилизованы В волнах Волнах Развертывания Как того Требовала Меняющаяся Фортуна Войны Меняющаяся Короче Удача Войне Волны Это немецкое Обозначение Групп Пехотных Дивизий Сформированных Примерно В одно И то же Время С примерно Одинаковым Типом Организации И оборудованием С одинаковым Составом Личным Составом Ну в смысле По этим По батальонам Одинаковые Типы батальонов Дивизионов Рот И примерно С одинаковым Уровнем Подготовки С 1939 Года По 1945 Год В различных Военных Округах Было Сформировано Не менее 35 Волн Под контролем Командования Армейского Пополнения Примечание Разработчика Большинство Юнитов Первой Волны Развертывается С запуском Игры Около 11 Пехотных Дивизий Развертываются По событиям Пока Последний Юнит Не будет Развернут Этот шаблон Будет Заблокирован Для Редактирования Из-за Событий С последним Событием Это Формирование 70 Пехотной Дивизии Этот шаблон Будет Разблокирован В общем Это решение Запускает Цепочку Событий Для Формирования Оставшейся Части Пехотных Дивизий Первой Волны Развертывания Я думаю У нас Конечно С этим С оснащением Будет Тяжело Потому что Эти дивизии Скорее всего Развернутся Без Снаряжения Или может Без Половиной Снаряжения А у нас На складе Не так уж Много Снаряжения Но Фишка В другом Фишка В том Чем больше У нас Дивизий Будет развернута Тем больше Мы сможем Отправить Дивизий Добровольцев В Испанию Поэтому Развернем Эти дивизии Наверное Вот Че еще Тут Пока что Наверное Все По решению Так Ну Одисабебу Мы пока Нам пока Не взять Итальянцев Еще со Снабжением Фигово Хотя Может быть И возьмем Так Вот тут Мы начали Штурмовать С западной Стороны Подходим К Одисабебе Но тут У нас Конечно 6 тысяч Против 30 тысяч В принципе Поатакуем Просто Чтобы Опыт Пофармить Так Япония Претендует На Гегемонию Восточной Азии Считая Их Военное Превосходство Восточной Азии Бесспорным Хирохита Объявил Что Япония Рассматривает Весь Этот Регион Как Сферу Своих Интересов Сосутствует Точная Информация О Боеспособности Японию До сих пор Не ясно Что именно Япония Считает Законной Частью Недавно Созданного Этого Альянса Вот этого Восточно-Азиатская Сфера Сопроцветания Интересное Развитие Событий Будем следить За этим За развитием Событий На Дальнем Востоке В общем Тут Эдуард Диталь Не может Какого-то Нигу Выпилить Ну что Пошла У нас Первая Волна Развертывания Создаем Четыре Пехотные Дивизии Что там По шаблону 18 тысяч человек Ну да Кстати Да Практически Дивизии Неукомплектованы Снаряжением То есть Это все Нам надо Производить Придется Нам Так Ширина фронта 24,5 Нормальная Ширина фронта Что тут 9 полков Пехоты 1250 человек Каждый 3 полка Артиллерии Легкой 1 полк Средний 1 полк Противотанковой Артиллерии Штабная Рота Рота Саперов Разведка На лошадях Батарея Тяжелой Артиллерии Ремонтная Рота Рота Снабжения И Полевой Госпиталь На легковых Автомобилях Или как правильно Это называется Медико-санитарный Батальон Или медико-санитарный 400 человек Это по-моему Батальон Наверное Уже считается Медико-санитарный Батальон Кто у нас Будет командовать Кто у нас Будет командовать Этими дивизиями Разведем Еще одну Армию Какой-нибудь Пехотный Генерал Кто у нас Пехотный Генерал Хороший Гюнтер Фон Клюге Но я думаю Фон Клюге Повысит До фельдмаршала Сразу Или повоюет Он немножко В роли Генерала Генерал Кого поставим Поставим Георга фон Кюхлера Командующим Этой армии Совместная Промышленная Политика Сегодня наш министр Иностранных дел Встретился с коллегой Из Венгрии Ну кстати да Это тоже Довольно исторично Получилось В Венгрии И Германии Были тесные отношения Экономически И политически Прежде всего Речь шла О гармонизации Нашей промышленной политики Наших стран Это даст Обеим Странам Преимущество Перед их Глобальными Конкурентами Отличная работа 10 политики Получаем Мы Увеличивается У нас Развед Развед Информация О Венгрии Так И что Запускаем Операцию По внедрению Пробуем Унедриться В Литовское Правительство 90 дней Подготовка Будет Блин Что-то долго 3 месяца Нам надо В 1937 году Уже просто Начать заниматься В Финляндии Вплотно Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Все Минус Ушло Все Снаряжение Ну что Столицу Походу Мы берем Сейчас Немножко Дитль Прокачался Самую Малость Так Что у нас тут С авиацией Авиация у нас Вроде как Обучилась Да получается Которая здесь Тренировалась Она обучилась До максимального Тренированные Экипажи Второго уровня Больше уже Нельзя Прокачать Этими Учениями Поэтому Мы Отправим Сейчас Учиться Еще Остальных Тоже Тактические бомберы У нас Дорнье Дорнье 11 6,7 Наземная Атака Дорнье 23 Тоже 6,7 Наземная Атака Чем Они Отличаются А вот Эти Дорнье 23 Покруче Получается Поднимаем В воздух Всю эту Авиацию Если у нас Горючее Закончится Сразу Что там Одиссабебу Взяли Да Вроде Как Взяли СС Юнкершулин Юнкерские школы СС Были Введены В 1937 В Военных Училищах Которые Во время Второй Мировой Войны Выполняли Роль Учебных Центров СС Для Подготовки Молодых Военачальников Для Вафен СС Юнкерские Школы СС Существовали В четырех Местах В Баттольце Брауншвейге Клагенфурте И Праге Его Выпускниками Были Управленцы СС Верфюгунгет Труппе Верфюгунгст Труппе Полиции Концлагерей Ассоциации СС Тотенкомф Ну Тотенкомф Это Короче Целый ряд Организаций Там Несколько Не организация Подразделения Они были Разбросаны По всей Германии Не только Дивизия Тотенкомф Ну Мертвая голова Но еще Куча других Всяких Подразделений То есть Они не были Едиными В общем Его выпускниками Были Управленцы Вот этой Вот СС Верфюгунгет Группе Труппе Полиции Концлагерей Ассоциации СС Тотенкомф И СД СД Это Служба Безопасности Такая Ну Преступная Организация Которая Занималась Всякими Политическими Делами Политическими Мутками Ну То есть И внутри Страны Занималась Там Всякими Разборкой С политическими Неблагонадежными Гражданами Допустим Там И Внешняя Типа Тоже Там В разных Странах Ну Типа Политическая Разведка Тоже Была То есть Такая Чисто Политическая Служба Там Его Взглавлял Рейнхард Гейдрих Потом Гиммлер Потом По-моему Кальтен Брюнер Вот В общем В этих Юнкер Шулен Преподавали Военную Подготовку Выходящую Даже Выходящую За рамки Требования СС С точки Зрения Целостного Подхода К Жизни Вот Теперь Мы можем Формировать Собственные Подразделения СС На данный момент Панзер 1 и Панзер 2 Доступны Для СС Для формирования Танковых Дивизий Из каждой Новой Технологии Следуются Также Все новые Модели Дивизий СС Ну Танковые Дивизии УСС Далеко Не сразу Появились То есть Танковые Дивизии УСС Появились Только По-моему Где-то Году В 41 Наверное Но Никак Не сейчас Панзеры Первые Панзеры Вторые В это Время По-моему Не применялись В УСС Дивизиях Хотя Я могу Ошибаться Так Ну В общем Формируем Юнкершули СС В Баттольце Получаем 150 Политки Получаем Еще Кучу Генералов И В Обербайерне Получаем Один Военный Завод И Кучу Политки Самая Главная Так Политку Мы Куда Потратим Политку Мы Потратим Ну Что Все Так Наверное Поставим Так Министр Внутренних дел Кто У нас Тут Министры Внутренних дел Все Какие-то Неоднозначные Ну Кроме Вот Этого Остальных Какие-то Тоже Минусы Есть Такие Что Перекрывают Даже Плюсы Ну Тут Франц Фон Папин Дает Поддержку Монархистов Нафига Мне Поддержка Монархистов Ладно Поставим Короче Мы Или Электронный Концерн Или Промышленный Концерн Поставим Промышленный Концерн Индустриальный Концерн Фирму Круп Круповская Сталь Легендарная Так И военный Заводик Да у нас Один Один Военный Заводик Куда мы Его накинем У нас Минуса По форме И по Винтовкам Большие И по Конным Полоскам Какой-то Дикий Минус Я даже Не знаю 1700 Полозок Не хватает Это Совсем Жесть Производится По Три С Половиной В день Не хватает 1700 Ну Сюда Естественно Поставим Завод Хотя Я бы Конечно Хотел Поставить Еще Один Завод На Истребитель Но Пока Что Не Позволяет На Промышленность Разогнать Нашу Линейку Авиации Так Что Еще Так Вот Этот Слот Который Появился У нас Мы Его Задействуем Как Я Говорил На Доктрину Оперативной Поддержки Оперативная Поддержка И Потом Вот Эту Ветку Прокачаем На Снабжение Здесь У нас Скорость Мобилизации Плюс 10% Потеря Организации Время Движения Минус 5% И Продолжительные Передназначения Армии Минус 5% Это Я так Понял Когда Генерала Перекидываешь С армии На армию То Он Будет Быстрее Входить В курс Дела Будет Быстрее То есть Меньше Будет Штраф Из-за Того Что Перебрасываешь Туда Сюда Но Я Этим Редко Занимаюсь Это Обычно Боты Туда Сюда Генерал Авто Суэт С армии На армию Нам Это Нафиг Не надо Вот И Что Еще Кстати Да Мы Забыли Посмотреть У нас Появился Этот Раздел Дивизии СС Так Сплывающее Окно Типа Показывать Нам Уведомления Когда Будут Доступны Новые Дивизии СС Для найма Ну Сейчас Мы Можем Сформировать Вахтовый Батальон Лейб Штандарт СС Адольф Гитлер И Тотенкомф Вербанде СС Тотенкомф Вербанде Ну Это Типа Будущая Тотенкомф Дивизия А Еще Мы Можем Сформировать СС Верфюген Гст Труппе Германия Дойчланд Верфюген Гст Верфюген Гст Труппе Это Будущая Дивизия Досрайх СС Что Сформируем Или Как тут Так вот Наверное Надо Просто Нажать На них И Все Что Они Прямо Сразу Появляются Ну Тут Кстати Так же Само Как Историческими Шаблонами Кораблей Так же Само Тут Есть Условия Чтобы Мы Исследовали Определенные Штуки И После Этого Можно Уже Прокачивать Эти Дивизии Тут Можно Сразу Прям Даже До Второго Уровня Дойти Верфюген Гст Труппе Бригада Эсэс Верфюген Труппе Что Где там Эти Так Дивизия Мертвая Голова Ну Это еще не дивизия Это еще только Бригада Тутенкомф Штандарте Гарнизонная Гарнизонная Бригада Штабная Рота Рота Военной Полиции Два Два Полка По 1200 Человек Гарнизонные Вафтовый Батальон Лейп Штандарте Доли Гитлер Элитные Солдаты Тут тоже только Гарнизонный Полк Штабная Рота Военная Полиция Ремонтная Рота И Рото Снабжение А это У нас Верфюген Гструппен Бригада Будущая Дивизия Досрайх О Нифига Себя Она Десять тысяч Человек Неплохо Так Моторизованная Артиллерия АССовская И Шесть Батальонов Шесть Полков Полумоторизованной Пехоты АССовской Уж я не знаю Чем он отличается От обычной Пехоты Только По-моему АССовская Только Отличается Типа Скоростью Восстановления Дивизии Ну Типа У них Более Высокий Моральный Моральный Уровень Более Высокий Может быть Организация Повышенная Штабная Рота Саперная Рота Рота Военной Полиции Ремонтная Рота Рота Снабжения И Противотанковые Орудия Поддержки Че Че Кто Кто У нас Будет Рулить ССовскими Дивизиями Наверное Рота Будет Рулить Маттиас Клейнхестеркамп Нет Нет Это Он Че Та У него Статы Слабые Тут Либо Короче Пауль Хаусер Который Обучал Или Зеп Дитрих Скорость Дивизии Плюс Один Процент Скорость Остановления Плюс Три Процента Поставим Зеп Дитриха Наверное А еще Какая-то Дивизия Еще Один Тут Тонкомф Штандарте А Их Дофига Этих Да Тут Тонкомф Дальше По фокусам В общем Наверное Сейчас Возьмем Этот фокус На Дополнительную Дивизию Потому что В ближайшее Время Начнется Гражданская Война В Испании Чтобы Не получилось Так Что Мы Не готовы К этой Войне Поэтому Сначала Возьмем Фокус Расширение Возможностей Иностранных Националистов Расширение Прав Иностранных Националистов Или Полномочий Как правильно В общем У представителей Других Национальностей Европы Есть Возможности Продвигать Цели Германии Многие 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 Из них Особенно В Советском Союзе Наверняка Предпочтут Работать С нами А не С большевиками Если получат Правильное Предложение От нас Ну типа Мы короче Начнем Наладим Отношения С националистами В других Странах Гуго Шперли Становится Генералом Вильгельм Риттер Фон Тома Становится Генералом Фон Тома По моему Вместе С Ромелем Воевал В этой Северной Африке А Гуго Шперли Это по моему Авиационный Генерал Если не Ошибаюсь Вот И получим Национальный Дух Расширение Прав Иностранных Националистов Что дает нам Плюс 5% Резервистов С ненациональных Территорий И плюс Одна дивизия Для добровольцев Можем отправить И после этого Фокуса Уже возьмем Четырехлетний Экономический План Геринга Никарагуа Никарагуа Покидает Лигу Наций Ну что я могу Сказать Один боксер Накаутировал Другого Боксера Вот это Бой Круто Шмелинг Накаутировал Луиса Шмеля Что я могу Сказать Никарагуа Правильно Делает Что покидает Лигу Наций Лига Наций Уже Как бы Показала Свою Несостоятельность С катертью Дорога Пусть валит Все Одисабебу Мы занимаем Через два дня Одисабебу Взяли Сейчас Скорее всего Капитулирует Скорее всего Сейчас Эфиопия Виталия Капитулировала Ой Эфиопия Капитулировала Наши войска Возвращаются Домой Отлично Как раз в июле 36 По идее В ближайшее время Стартанет уже Гражданская война В Испании Как раз мы подошли Почти с максимальным Количеством Командного ресурса К гражданской войне В Испании Итальянские войска Взяли Одисабебу Эфиопия Эфиопия Итальянская Говорит Муссолини Когда его войска Занимают Одисабебу Эпоха независимой Эфиопии Эфиопии Которая упоминалась Еще с библейских времен Закончилась В 4 часа дня После того Как Бодолья Привел Столицу 30 тысяч человек А в небе Над Одисабебой Витали Итальянские Самолеты Ну кстати Итальянцы Совместно с немцами Взяли Одисабебу Над Одисабебой Был поднят Итальянский Триколор Солдаты Разразились Аплодисментами Приветствуя Победу И операция По очистке Территории Одисабебы Была Немедленно Начата В Риме Муссолини Обратился К огромной Толпе На площади Пьяца Венеция Толпы Людей Собрались Вокруг Громкоговорителей На каждой Деревенской Площади В Италии И послание Было ясным Мир Почувствовал Вкус Итальянской Военной Мощи И это Не в последний Раз Взглядом Будущее Ну что Италия Поздравляю Муссолини Он создал Марионетку Восточной Восточной Африки Подпишемся Италии Пактами Нападения Чтобы Улучшить Отношения Восточной Восточной Восточной